Здравствуйте, друзья! Я Римма Афшаломова, журналист портала «Такие дела». И сегодня с нашими экспертами мы будем вновь говорить о коронавирусе. Это может показаться неуместным до тех пор, пока не посмотришь цифры статистики. COVID-19 к лету 2022 года практически полностью ушел в международной новостной повестке. Ограничения снимаются, жизнь возвращается, однако пандемия не закончилась. Ежедневно вирусом COVID-19 заболевает около 400 тысяч человек во всем мире. Десятки тысяч новых случаев фиксируются в Европе, во Франции, в Германии, в Австралии, и даже закрыты от всего мира Северной Кореи. Два года пандемии убедили многих, что коронавирус – это как игра в рулетку, непредсказуемо и коварно. Для кого-то это проходит очень легко и просто, как насморк, а кого-то укладывают в постель на долгие недели с тяжелыми осложнениями. Заранее предсказать, каким будет заболевание, очень сложно. Но в группе риска люди со сниженным иммунитетом. Риск тяжелого течения любых вирусных заболеваний у них очень высокий, просто потому что у организма нет ресурса бороться. Именно о них мы сегодня поговорим с нашими гостями. Наши гости – Илья Сметьенко, кандидат медицинских наук, доцент, руководитель ревоматологической службы сети медицинских центров КАПЛЮС-31, зав. кафедры ревоматологии и системных заболеваний МИПМО, и Полина Пчельникова, вице-президент Российской ревоматологической ассоциации «Надежда». Илья Олегович, можем ли мы сказать, что опасность COVID-19 завершилась, что все закончилось, или стоит по-прежнему опасаться, и кому больше всего стоит опасаться новых штаммов и, в принципе, вируса? Дорогие друзья, я хочу напомнить то, что хорошо известна инфекция, которая называется гриппом. Она в нашей жизни уже живет с нами много десятилетий, никуда не исчезает, и каждый год мы для наших пациентов говорим об актуальности этой инфекции. С COVID-19 мы знакомы совсем немножко, 2,5 года получается, и что будет впереди, мы не знаем. Но расслабляться однозначно рано, и мы всегда ждем теперь уже сезона, так называемого осенне-зимнего, и смотрим, и очень хотим, надеемся, что штамм, который будет, он будет подобен вот этому омикрону, стелсомикрону, но будет далек от вот этого страшного дельта-штамма. Но за 2 года ваши коллеги чаще всего говорили о высоком риске для пациента в возрасте, для людей с патологиями почек, легких, но при ревматологических заболеваниях говорили не очень часто. А можете ли вы немножко рассказать про это, в чем особенности этой нозологии, как много в России таких пациентов, что это вообще за заболевание? Потому что на слуху такое слово есть, но что в нем скрывается, обычно люди не очень хорошо представляют, в отличие, допустим, от диабета или от болезни почек. На самом деле достаточно все просто. Мы можем поделить всех пациентов, так скажем, со слабостью иммунной системы, я напомню, что с инфекциями вводится именно иммунная система, на 2 группы. Это те, которые имеют некие ограничения по сопутствующим заболеваниям, давление, ожирение, сахарный диабет, тогда, когда возраст или болезнь, они немножко глушат активность иммунной системы. А есть ситуации, когда некоторые инфекции, например, ВИЧ на стадии СПИДа, когда некие состояния, например, хроническая почечная недостаточность, уровня гемодиализа, тяжелый сахарный диабет, он приглушает, получается, активность иммунной системы. Есть отдельное звено пациентов, которые получают оглушенную, так скажем, слабую иммунную систему, потому что что-то принимают из нее. И таких групп как минимум 2. Это те пациенты, которые получают химиотерапию, это онкогематология, и те пациенты, которые наши, ревматические пациенты. Не все ревматические пациенты получают иммуносупрессию, но значимая часть наших больных, они лечатся препаратами, которые снижают агрессию иммунной системы. И есть обратная сторона этой терапии, это повышенная восприимчивость к более тяжелому течению инфекции. Почему для них именно особенные риски, и какие осложнения могут быть? То есть чем для них будет чреват COVID-19, если они его, не дай бог, все-таки подхватят? Я хочу сделать акцент, что не только COVID-19, но и грипп, и различные инфекции, которые вызывают пневмонию. Да, то есть мы знаем то, что, например, у нас есть правила по вакцинации не только для COVID-19, о котором мы сегодня будем говорить, но и грипп, и пневмококковая инфекция, они нуждаются в защите. Наши препараты для большинства пациентов не грозят, так скажем, содрать полностью иммунную защиту и оставить пациента один на один с этим миром. Нет. Но действительно, мы имеем статистически чаще проблемы инфекционного плана у наших пациентов, чем в общей популяции. Незначительно, но чаще. И когда мы говорим про необычные тяжелые инфекции, получается, актуальность тяжелого течения, болезнь инфекционного плана, она возрастает у наших пациентов, потому что защитные свойства получаются вынужденно приглушены. А, кстати, с тем, как началась пандемия, не получилось ли такого, что весь акцент получился на COVID, а про все остальные заболевания забыли? То есть или вы, как врачи, все время про это все-таки напоминаете? Я думаю, лучше как раз по линии адресовать этот вопрос, она скажется с стороны как раз пациента. Да, с какими проблемами столкнулось пациентское сообщество в пандемию? Илья Олегович правильно сказал, что другие вирусы никуда не исчезают. Что происходит с пациентским сообществом? Расскажите, пожалуйста. За время пандемии много чего произошло, но можно так резюмировать, что мы имеем к настоящему моменту. Первое, это, конечно, то, о чем как раз вы упомянули, это ограничение плановой медицинской помощи. Это бюрократический термин, а на словах более простых, на пальцах это выглядело так. Человек не может попасть к ревматологу, человек не может попасть к любому другому узкому специалисту, он ждет консультации терапевта очень долго, он не может сделать плановое обследование, он не может попасть в больницу, чтобы в рамках плановой госпитализации получить жизненно необходимое лечение. И, соответственно, пациенты оказываются не только с ревматическими заболеваниями, с многими другими хроническими заболеваниями, остаются один на один со своими болезнями и без возможности проконсультироваться с врачом. Это раз. Это проблема универсальная для многих стран, для многих заболеваний, к сожалению, так. И в результате, сейчас сложно пока оценивать, но в конечном итоге, я думаю, это скажется достаточно негативно на показателях работы системы здравоохранения, как нашей страны, так и других стран. Первое. Второе следующее, что мало того, что нельзя попасть к врачу в больницу, это ограничение доступности лекарственных препаратов. Это было связано для пациентов с ревматическими заболеваниями, с одной стороны, с тем, что около половины дорогостоящих противоревматических препаратов применялись также для лечения и применяются новые коронавирусные инфекции, а с другой стороны, по крайней мере, на заре пандемии, мы видели существенные проблемы в части производства и логистики лекарственных препаратов, то есть либо их были перебои на производстве, на этапе производства, либо привести по тем или иным причинам не могли. Соответственно, у нас пациент остается без врача и остается еще, помимо всего прочего, без лекарств. Безусловно, это приводило к третьему моменту. Помимо того, что сама новая инфекционная болячка, которой никто не знает, что с ней делать и как дальше жить, вот эти все сложности с основным хроническим заболеванием привозили к стрессу и к страху пациентов заболеть еще в дополнение к всему новой коронавирусной инфекции. За время пандемии мы провели опрос, провели исследование среди наших рематологических пациентов российских, опросили 2000 человек из 80 субъектов Российской Федерации. По этому опросу мы видим, что около 44% опрошенных пациентов с рематическими заболеваниями очень волнуются в связи с риском заболеть новой коронавирусной инфекцией. То есть этот вопрос для них актуальный, более чем актуальный. Из этих 2000 человек 36% заболели коронавирусом и 18% были госпитализированы. Кстати сказать, если сравнить с данными других регистров по другим странам, процент госпитализированных пациентов, то есть у которых новая коронавирусная инфекция протекала более тяжело, он выше. Возможно, это как раз было связано с ограничением доступности терапии. Соответственно, было больше пациентов в обострении без контроля должной активности заболевания, соответственно, они попадали в больницу. То есть, соответственно, основания для того, чтобы бояться, были у пациентов. И многие пациенты боялись и до сих пор испытывают серьезные опасения в связи с риском заболеть ковидом. Вы с этим сталкивались, увеличилось количество обращений, вам писали письма. Каким образом к вам эта информация поступала? То есть, когда началась пандемия, ваши подопечные в вашей пациентской организации, это как-то активность в соцсетях? Вот как вы чувствовали, что вот это вот напряжение растет? У нас есть онлайн-проект «Ревмофактор». Ежемесячный охват 70 тысяч человек, пациенты ревматологические на разных площадках смотрят наши материалы. Когда началась пандемия, в марте месяце мы сформировали рабочую группу из представителей нашей пациентской организации, из представителей врачебного сообщества. Родственники, друзья, знакомые тоже подключились. И за несколько недель мы сделали сайт revmakovid.ru. На этом сайте мы разместили перевод всех международных рекомендаций для пациентов с ревматическими заболеваниями по ковиду, всякие смежные темы, освещали разные листовки, буклеты и так далее. Также регулярно обновляли информацию по каким-то наиболее актуальным вопросам в разделе «Самые часто задаваемые вопросы», а также запустили центр поддержки пациентов во время пандемии. Соответственно, часть людей, которые прочитали информацию, и им вопросы остались, они задавали вопросы, заполняя онлайн-форуму на сайте. Ну и, естественно, сохранилась возможность в соцсетях, в ревмофакторе тоже задавать вопросы. Безусловно, в какой-то момент вопросы, связанные с коронавирусом, стали темой номер один для пациентов. Как защититься вот таким пациентам от коронавирусной инфекции? Могут ли они вакцинироваться? Готовы ли они вакцинироваться? Я думаю, что и доктор, и вы со своей стороны тоже с этим сталкивались. Эффективна ли для таких людей вакцина, поскольку, как известно, не у всех вырабатываются антитела. То есть расскажите, пожалуйста, про это. Сначала вы, Илья Галифович, как доктор. Я хочу начать еще проговорить со стороны ревматолога, что произошло в пандемию. Вы не поверите, но ревматолог – это тот человек, который к инфекции не имеет практически никакого отношения. И мы иногда помогали нашим друзьям-гипотологам лечить гепатит B-ассоциированные, так скажем, ревмопроблемы, гепатит C-ассоциированные проблемы. А тут, представьте, мы, ревматологи, стали на острие вместе с инфекционистами бороться с новой инфекцией. Получается очень странная ситуация. Ревматологи, которые очень далеки от инфекции, стали бороться. И мы принимали участие в разработке рекомендаций. И не только в России, а вообще в ревматологи во всем мире стали принимать участие в разработке рекомендаций по лечению этой инфекции. И то, что говорила Полина, мы столкнулись с тем, что наши препараты, часть из них была в дефиците к гидроксихлорокина, и пациенты с СКВ – это реальная проблема. Те, которые в особенности планировали беременность, они получали препарат почти полтора года. Сейчас у нас группа пациентов, которые нуждаются в антитроликин-6 препаратах, они не могут, так скажем, получить в том объеме, в котором хотелось бы нам видеть эти препараты у наших пациентов. С ревматоидным артритом, с гигантоклеточным артритом, с болезнью с тела взрослых и так далее. Ситуация улучшается, появляются российские разработки, и в целом потихонечку выравниваются, но все равно сохраняются проблемы. И вот касательно профилактики, это очень важный вопрос, потому что вы все знаете, как у нас слово вакцинация только не называлось, чипированием, внедрением и отслеживанием людей, программой контроля за размножением и прочим-прочим. Мы столкнулись с тем, что проблемы появления новых вакцин, это матричные векторные, это действительно новое слово в медицине, нам вызывало страх везде, не только в России. Но в России она достигла вот эта некая такая ажиотация, ну просто апогея. То есть мы лидеры по ковид-диссидентству, есть люди, которые не верят в ВИЧ-инфекцию, это правда, честное слово есть такие, и есть, и мы знаем людей, которые не верят в ковид-19 инфекции, несмотря на то, что есть семьи, которые умерли от ковид-19, но тем не менее. Здесь есть некие проблемы на уровне просвещения, то есть, наверное, можно было подать информацию по вакцине каким-то другим способом, и более своевременно, и более детализировано, и постоянно не менять позицию по отношению к вакцину. Но в целом вакцины, я хочу просто глобально напомнить, это способ уменьшить риски тяжелого течения инфекции, потому что у нас получилась некая особая ситуация для ковид-19. Мы, когда говорим про вакцинацию от гриппа, мы привыкли, что мы уменьшаем вероятность тяжелого течения гриппа. Мы не спасаем от гриппа, мы не спасаем от УРВИ, от парагриппа, от каких-то бактериальных инфекций, мы только уменьшаем вероятность осложнений против тяжелого течения гриппа. А про ковид-19 стали говорить, что все, мы вакцинируемся, и у нас нет инфекции. Быть такого не может. То есть мы переврали искусственно 30-40 лет мировой практики того же гриппа, понимаете. То есть вакцины против ковид-19 не имеют такую же концепцию. Мы уменьшаем вероятность тяжелого осложнения. Точка. И по всем регистрам во всем мире, без каких-либо подтасовок, вне зависимости от страны производителя той или иной вакцины, видно, что количество людей в реанимации, на ЭВЛ и летальных исходов в группе вакцинированных меньше. Это факт. Можно верить, что земля плоская, а можно считать, как мы все, что она круглая. Позиция круглой земли – это факт, что вакцина уменьшает вероятность тяжелого течения ковида. На сегодняшний день мы столкнулись со сложностью, и мы не понимаем, насколько действительно частота вакцинирования правильная, что 6 месяцев, 12 месяцев. Новые штаммы мы будем подстраивать или нет, это очень большой вопрос. И вот если раньше мы действительно выдерживали график 6 месяцев, теперь мы очень осторожно говорим год. И мы не знаем действительно регулярные вакцины, можно ли их смешивать, насколько мы должны как бы всем группам давать. Но вопросы есть, но глобально мы считаем, что вакцинация – это добро. Мы считаем то, что наши пациенты с ревмоболезнями должны получать вакцинацию. Исключение могут составить пациенты с непереносимостью к ингредиентам вакцины и с очень высокой активностью болезни. Я вот своим пациентам добиваюсь низкой активности, либо по возможности ремиссию, и говорю, можно. Средняя активность болезни, например, того же ревматоидного артрита и вакцинация – это обсуждаемый момент, но высокую я точно делать не буду. Очень много было мифологизации о том, что вакцина однозначно запускает сплошь и рядом аутоиммунные болезни. Это правда, но лишь кусочек правды, потому что мы говорим про стимуляцию иммунной системы, если у человека были факторы предрасполагающие, то есть айсберг был, но он был погружен под воду, то вакцина за счет стимуляции иммунной системы могла поднять. Если пациент был носителем ревматоидного фактора АЦЦП и не догадывался об этом, была введена вакцина, и это не обязательно COVID-19, это могла быть тоже грипп, невмококковая вакцина. Да, мы видим, соответственно, увеличенную вероятность, так скажем, проявления болезни. Но считать то, что мы, если не будем вакцинироваться, заболеем COVID-19, и у нас будет что-то по-другому – это ошибка. Получается, человек, который боится, что если он сделает вакцинацию и разбудит свою болезнь, либо она у него появится, он заблуждается в двух вещах. Первое – когда он заболеет COVID-19, будет все то же самое, только не в контролируемом общий сценарий. И второе – помимо какого-то потенциального и маловероятного риска получить аутоиммунную болезнь, он получит вероятность осложнений. Вероятность осложнений от вакцинации и от COVID-19, она несопоставима. Об этом нужно помнить. Полин, а много ли вам приходилось сталкиваться с какими-то антипрививочниками в пациентской среде? Приходилось ли кого-то лично уговаривать, убеждать? Смотрите, я бы разбила этот вопрос профилактики на два блока – медикаментозная и немедикаментозная. По тому же опросу мы видим, что в течение двух лет 83% наших пациентов соблюдали немедикаментозные меры профилактики. А именно, все-таки носили маски худо-бедно, помнили о социальном дистанцировании, мыть руки перед едой и все такое. Это раз. Второе. Исторически действительно у нас ревматологические пациенты весьма негативно относятся в принципе к вакцинации от любых инфекций. И когда, соответственно, появились вакцины в России, наши пациенты начали массово говорить о том, что ну как же вы говорите о том, что нам надо прививаться, ведь ревматические заболевания сами по себе являются противопоказанием к вакцинации, говорили пациенты. Это неверно. К сожалению, это пациенты слышат, в том числе в кабинете врача, довольно регулярно. Это было мнение много десятилетий назад. Сейчас мнение это кардинальным образом изменилось. Дальше. Мы также опрашивали пациентов, от чего они были в какой момент времени привиты. И выяснили, что около 70% всех ревматологических пациентов не прививались ни от какой инфекции в течение последних трех лет. То есть речь не о недоверии к конкретной вакцине от ковида, а речь о недоверии к самой концепции вакцинации. По нашим оценкам, среди ревматологических пациентов привиты лишь процентов 30 от общей популяции, не больше. Причина, почему так получилось. Первое, то, что я уже сказала, недоверие к вакцинации, в принципе. Второе, это сложность попадания на прием к врачу-ревматологу. В России дефицит врачей-ревматологов около 50%. У нас полторы тысячи человек врачей-ревматологов, а должно быть около трех тысяч. Это приводит к тому, что около 40% наших пациентов ожидают консультации врача от одного до трех месяцев и более. И еще около 10% получают отказ в выдаче направления к ревматологу. То есть половина наших пациентов просто не могут попасть на прием к ревматологу, чтобы узнать, а можно мне прививаться или нельзя. А есть у меня вообще обострение или нет. Или у меня немножко... Что такое обострение? У меня немножко болят сегодня, например, суставы, коленные суставы, или в руках болит. Это обострение, это значит, что мне нельзя прививаться. К сожалению, многие терапевты районной поликлиники ответить на такой вопрос не могут. И это, опять же таки, является барьером на пути к вакцинации. К сожалению, вот такие вещи мы видим. И что мы делали для того, чтобы как-то попытаться разрешить эту ситуацию? Ну, во-первых, мы налаживали маршрутизацию в разных регионах пациентов сферматическими заболеваниями по вопросам вакцинации. Во-вторых, мы опубликовали довольно большое количество информации для пациентов. Это история пациентов. Видео снятое, видео снятое профессионально в студии, видео снятое пациентами на свои собственные телефоны. Это текстовые материалы, где пациенты рассказывают... Прости, пожалуйста, это видео, где пациенты рассказывают, как они сделали... Телефон, я беру свой телефон, вакцинированную, все хорошо. Вставлю на режим селфи и снимаю. Вот, меня зовут Полина Пчельникова, у меня ревматоидный артрит. Я сначала долго сомневалась, прививаться или нет, потому что это все как это новое изобретение от Лукавого. Но потом я почитала и поняла, что все-таки это более-менее проверено, что есть такие-то данные исследования. И поэтому решила, что риск для меня не прививаться будет существенно больше, чем какие-то осложнения от прививки. По вашему исследованию, по вашему опросу, который вы провели, можно ли выделить какие-то регионы, в которых ситуация наиболее сложная и, наверное, благополучная, как обычно, в миллионниках? Или в каких регионах самое сложное? К сожалению, по регионам точных данных сложно дать, потому что 2000... Разбивки нету, да? Нет, есть данные по регионам, естественно, но дело в том, что выборка 2000 недостаточно для того, чтобы по регионам был достаточный размер выборки. Где наиболее выражен дефицит специалистов? Ну, как раз, да. Где хуже всего финансирует система здравоохранения, где наиболее выражен дефицит специалистов, там будут и больше всего, скорее всего, сложности с вакцинацией у ревматологических пациентов. А, соответственно, финансирование систем здравоохранения, она зависит от того, как в регионе экономика насколько хорошо развита. То есть в Москве эта проблема, наверное, все-таки менее актуальна, нежели чем в каком-нибудь республике Тыва, например. Илья Олегович, вы говорили о том, что часть ревматических пациентов находится на иммуносупрессивной терапии. Насколько я знаю, иммуносупрессия как раз заточена на то, чтобы подавлять собственный иммунитет. Вырабатывается ли у людей на такой терапии антитела, эффективна ли для них прививка? И если нет, то какие вообще есть для них варианты профилактики, если можно ли ему еще чем-то помочь? Для ковида оказалось 4 группы препаратов самыми нехорошими. Это вот преднизолон, когда мы принимаем от 20 миллиграммов в сутки от полугода и больше. Это так называемый микофенолатомофитил, либо микофенолова кислота. Это циклопосфамид и ретуксимаб. Вот четверка препаратов. И здесь, из этих четырех есть препарат, который на пьедестале. Это ретуксимаб. Он убирает определенные фабрики по производству защитных иммуноглобулинов. Эти клетки называются б-лимфоциты. Вот ретуксимаб их обнуляет, зрелую популяцию этих клеток. И тем самым наш гуморальный иммунитет, как раз иммуноглобулины, наши, получается, защитники, которые плавают в крови и борются с инфекциями, главным образом вирусными, они снижаются. И получается, для этой группы пациентов в поствакцинальный иммунитет он очевидно меньше. И на ретуксимабе есть пациенты, которые проведя первые полноценные две вакцины, тот же спутник ВИИ, вторую, мы не видим вообще никакой реакции. Ответы никакой, да? У нас не формируется поствакцинальный иммунитет. И вот для таких пациентов сейчас предлагается в этом году как бы другое решение. Мы вводим готовые вот эти антитела к вирусу, к шипикам, вот короне, собственно, этого вируса, которые помогают быстро нейтрализовать вирус, не дать ему размножиться в такой степени и с высокой степени вероятностью уменьшить вероятность попадания в отделение интенсивной терапии и летальный исход. То есть вероятность и инфицирования, и тяжелой формы болезни, и летального исхода меньше. То есть мы, получается, не вакциной занимаемся, а занимаемся, так называемой, пассивной иммунизацией. Предлагаем готовое решение, однократно введя эти антитела на год. Это специальные модифицированные белки, которые могут долго-долго плавать в кровотоке. Вот для, получается, вот этой проблемной группы пациентов это возможное решение, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Кому оно доступно? И если это доступно только для каких-то хронических, не будет ли дефицита, что люди будут, вот как в самом начале, там, за миллионы покупали себе ВЛ? Немножко о доступности вот этих решений расскажите. Данный препарат в Российской Федерации, он привезен и распространен только в госучреждениях. Да, это крупные больницы, это федеральные учреждения, и доступность препарата определяется актуальностью назначения препарата для групп высокого риска, сверхвысокого риска. Получается, для наших пациентов это те, кто на ретуксимабе, в меньшей степени на циклофосфомиде, мекофенолат, гемофитиле, при гензолоне. Для других, не ревма пациентов, это те пациенты, которые на гемодиализе, те, которые имеют онкогематологию и химиотерапию получают. Это тяжелый сахарный диабет, это группы коморбидности, тогда, когда возраст 75+, кардиориски высокие. Для тех людей, которые меньше всего защищены путем вакцины или по какой-то причине они не получили вакцину, либо плохо перенесли вакцину, нужно понимать, что при всем при том я тоже вижу негативные последствия вакцины. Для тех пациентов, которые, получается, не получили полноценного ответа на вакцину, не захотели вакцину, прямо убежденные, так скажем, антипрививочники, но из группы высокого риска. Не потому, что просто они не получили. Те, у которых была непереносимость вакцинации, и они относятся, опять же, к группе высокого риска, мы должны им дать эту вакцину. Мы выдаем, получается, за счет средств госбюджета, бесплатно, если пациент соответствует этой группе. Потому что просто всем выполнить пассивную иммунизацию это просто невозможно. Финансов не хватит. Получается, для основной массы мы занимаемся вакцинацией, для группы высокого риска мы занимаемся либо двойной получается иммунизация, когда есть и вакцина, и пассивная иммунизация. Либо для тех пациентов, которые по какой-то причине не могли получить или не могут получить вакцину, есть такие, мало, но могут. Получается, они должны прикрыться только одним элементом, пассивной иммунизации в виде вот этих иммуноглобулинов. Полин, скажите, пожалуйста, о пациентском сообществе? Знают ли о новых решениях? Вообще, насколько стоит актуально и остро вопрос иммунизации? Или люди успокоились на том, что есть маски и есть вакцина? И, в общем, на этом все и полагаются на счастливый случай. Счастливый случай, это хорошо. Практика показывает, что с счастливым случаем не всегда все хорошо складывается. Если говорить о наличии каких-то данных, к сожалению, на данный момент мы не можем сказать, что у нас там такой-то процент пациентов крайне интересуется вопросами иммунизации или не интересуется. Но мы видим, что если у нас более 80 пациентов используют какие-то меры профилактики не медикаментозные, то есть есть интерес к мерам профилактики, в принципе, если мы видим, что достаточно низкий уровень вакцинации среди наших пациентов и более-менее высокий уровень обеспокоенности в связи с риском заболеть ковидом, то мы можем сделать вывод, что о том, что вопрос пассивной иммунизации будет довольно интересен для наших пациентов. Потому что это как раз вариант для, как Илья Олегович сказал, для тех, кто не хочет прививаться по тем или иным причинам, но относится к группе высокого риска, принимает какой-то терапии, за которой нет эффективности вакцинации, чтобы они могут соответственно решить эту проблему таким образом. Сейчас главный конкурент врача это интернет, все лечатся по интернету. Мы даже знаем, как его зовут и доктор Яндекс. Да, да, это в общем очень известные специалисты. Чтобы люди пользовались вот этой вот пассивной иммунизацией, про это есть где-то или можно ли почитать где-то в интернете, может быть, про это отдельно пишут пациентские сообщества, то есть как про это узнавать от доктора Гугла. В настоящий момент на русском языке материалов довольно мало, надо сказать, но буквально-таки завтра у нас будет вебинар по этой тематике для пациентов простым языком. И на YouTube-канале Ревмофактор все желающие смогут посмотреть запись и ознакомиться соответственно с вопросом более подробно. Плюс есть еще материалы, которые публикуются в группах в соцсетях. Обращаю внимание, что мы достаточно жестко модерируем наши соцсети и соответственно мы не даем публиковать материалы из нерецензируемых источников. Соответственно информация по этому поводу есть. И пациенты довольно много вопросов действительно задают по этому поводу. Так что я думаю, что интерес будет. Нужно готовиться к этому к осени, то есть когда стоит особенно настойчиво идти к своему доктору и спрашивать про вот эти новые решения пассивной иммунизации или сейчас заранее? Да, я хочу еще сделать акцент. Мы говорим про профилактику. Не про лечебные моноклональные тела, а про профилактические. Получается профилактика она делается всегда заранее. Единственный плюс то, что если мы говорим про вакцину, поствакцинальный иммунитет традиционно 2-4 недели это на начало формирования. А так скажем более или менее это 6-8 недель и далее. А здесь введя готовое решение моноклональные антитела, вот эти молекулы иммуноглобулинов модифицированы. Мы здесь и сейчас сразу же после введения в ягодицу внутримышечную мы имеем некую защиту моментально. Но все равно это надо делать заранее. Но если бояться, что простуды начнутся в октябре, а сейчас июнь, или они действуют длительное время? До 12 месяцев есть, так скажем, теория, что вот эти модифицированные молекулы обычно у нас иммуноглобулин, вот эта белковая структура, растворяется в крови за 2-4 недели. Благодаря некими, так скажем, сложными химическими модификациями вот эта молекула может существовать до 12 месяцев кровотоки. Помимо COVID-19, какие еще есть риски для ревматических пациентов, от чего им нужно беречься? То есть, может быть, есть какие-то для них рекомендации? Да, у нас очень много рекомендаций, да, и Полина нам помогает эти рекомендации донести до широкой массы, потому что на самом деле врач тренируется с нашей стороны, с врачебной, вот мы, собственно, проводим образовательные проекты по всей стране и со стороны пациента. Если пациент понимает, что это доказательная медицина, что есть национальные, международные какие-то рекомендации, которые, условно говоря, предлагают некую маршрут, схему, которая адаптируется конкретно под пациента, то это хорошо, потому что можно говорить на одном языке, потому что до сих пор вот у нас в ревматологии есть страшилки по преднизолону, по метатриксату, вот как в диабетологии по инсулину, в кардиологии по статинам, да, и вот у нас, если человек неподготовленный, первый раз слышит, а потом приходит домой, читает из непроверенных источников, и тут начинается ужас и кошмар, меня хотят отравить, химиотерапия и так далее. Если человек подготовленный, это очень хорошо, и многие в нашей стране, повторяю, имеют очень большой груз страхов про вакцины, и врачи в том числе, и это большая работа и для нас, и для Полины, потому что вот мы до сих пор на конгрессах, и у меня много-много лекций, я вижу, как бы, недовольство в том, что мы говорим про вакцины, грипп, невмаку, коронавирус, опасения, недоверие. Ну вот это, это большая-большая работа впереди. Полин, вы можете что-то добавить из рекомендаций, которые вы даете таким, в тех случаях, когда врачам не доверяют или хотят перепроверить? В принципе, вопрос доверия в период пандемии очень активно обсуждался на разных площадках, как у нас, так и за рубежом. Это оказалось, что действительно у нас большая проблема в обществе связана с доверием, как внутри профессиональной среды, так и общества, и профессиональной среды. Возможно, мы как-то недостаточно хорошо научились друг с другом общаться, так, чтобы нам, мы друг другу доверяли. Возможно, у нас есть проблемы с институтом репутации. Много можно всяческих объяснений, но, тем не менее, это факт действительно есть. Хорошо, что мы эту проблему увидели, и теперь думаем, как же нам эту проблему решать. Что касается вашего вопроса по поводу рекомендации для пациентов, то одна единственная рекомендация, первая точнее, на все времена, найдите хорошего врача, которому вы доверяете, и следуйте рекомендациям врача, а не занимайтесь самолечением. Это первое. Второе. Если вы хотите, например, провести пассивную иммунизацию, вы хотите привиться, или вы, не дай бог, заболели коронавирусом, или еще что-то, свяжитесь с вашим врачом и задайте вопрос, как мне поступить. Если есть, соответственно, контактные данные врача, при наличии каких-то таких серьезных вопросов, не постесняйтесь, задайте этот вопрос врачу. И, наконец, если вы еще это не сделали, то подпишитесь на онлайн-площадке Ревмофактор, наша пациентская организация в соцсетях, задавайте вопросы на Ревмо-Ковид, и, в принципе, не только читайте, интересуйтесь своим заболеванием, но и не стесняйтесь задавать вопросы. Всегда помните, что не бывает глупых вопросов, бывают только глупые ответы. Мне кажется, отличное завершение про доверие, и такая рекомендация для всех, действительно доверять своему врачу, и помните о том, что пандемия не завершилась, есть различные варианты иммунизации, как вакцинация, так и новые решения, которые помогут людям с сниженным иммунитетом чувствовать себя более защищенными в любой момент. Спасибо большое, мы благодарим наших гостей, Илью и Полину, спасибо вам большое, я думаю, что мы еще к этому вопросу вернемся. Спасибо, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.